А тем временем наша компания расширилась и к нам присоединился Анатолий Владимирович Кубышкин, проректор по научной деятельности Крымского Федерального Университета. Анатолий Владимирович, расскажите, пожалуйста, новый вид насекомого. В принципе, на всех информагентствах крымских сейчас появилась эта новость. Вчера, сегодня, до сих пор она висит. Что такое новый вид насекомого? Это как вообще? Что нашли, открыли? Доброе утро, крымчане! Доброе утро, студия! Да, действительно, у нас профессор Константин Александрович Ефетов, он практически всю жизнь занимается изучением систематики чешуйчатокрылых. И в его коллекции открыты, наверное, не только этот вид, который открыт в Крыму, но я знаю, что там и совместно с японскими учеными открыты несколько видов в Японии и в других странах. И это довольно-таки серьезные публикации в серьезных журналах, где, в общем-то, ну, эта вот систематика, она имеет очень важное значение для понимания вообще развития видов, развития вообще всего живого. И поэтому, ну, в общем-то, вот это интересное, конечно, и такое большое достижение. И этот вид назван вот как раз его именем или фамилией. Да, если это... Негатинте и фетово как-то так, да? Да, да. Вот, а могли бы рассказать, ну, подробнее, что представляет из себя это насекомое? Как я понял, это что-то типа пчелы или что это? Нет, это бабочка, я так понимаю. А выглядело? Хотя, насколько я знаю, тоже, я же как бы не глубоко занимаюсь всеми проблемами, но не настолько глубоко. Ну, на что она похожа, в принципе, я имею в виду. То есть, вот человек увидел, он думает, что это такое? Ну, это чешусь, это крыло. Ну, это вот где-то там какой-то из подвидов или видов бабочек. Какие вообще у нас есть проекты для поддержки, вот как раз-таки, научной деятельности среди студентов? Ну, мы, в общем-то, широко внедряем разные виды поддержки и, в общем-то, стараемся, чтобы, ну, реально, вот, студенты стали продолжателями вот дела Вернадского, Курчатова, делали новое открытие. Во всяком случае, вот последние несколько лет, пока была, пока есть программа развития в Крымском федеральном университете, мы внедрили так называемую систему внутренних грантов для молодых исследователей. То есть, и вот каждый из молодых исследователей может подать свою идею, ну, соответствующим образом оформленную, и получить под ее воплощение определенное финансовое обеспечение. Ну, оно довольно приличное, там, достигает, там, миллиона рублей на год. И в рамках этих исследований, в общем-то, в рамках этой работы провести исследование. Ну, вот как вы сказали, что можно зарабатывать деньги путем воровства золотого унитаза, да, можно зарабатывать деньги путем, ну, своим умом, да, и достигая что-то новое, развивая, получая новые результаты, которые можно внедрять. И, в частности, в общем-то, мы направляем на то, что вот сейчас такая позиция вот у Министерства науки и высшего образования, вообще у правительства России, что, в общем-то, наука должна рассматриваться с точки зрения бизнес-процессов. То есть, когда мы что-то задумываем, мы должны сразу представлять, где это может быть внедрено, каким образом воплощено в жизнь, да, и где это улучшит жизнь людей, где это позволит, там, добиться более эффективного процесса. Ну, да, вот буквально недавно в гостях у вас были, там, как раков выращиваете, там, рекомендации, вот, я видел исследования проводятся. Это вот какие сейчас вот интересные проекты есть, которые уже получили гранты? Ну, реально у нас много проектов. Ну, вот если говорить, что у нас развивается, у нас в основном развиваются вот такие направления, которые типичны для Крыма. Это агронаправление, это медико-биологическое направление, это реабилитационное направление. И вот одно из таких интересных, то есть это вот совместно, опять-таки, с исследователями из Москвы, там, из 2-го медицинского университета, это проект «Экзокисть», вот, это был сделан такой, ну, как бы, роботизированный комплекс по принципу обратной связи, который, в общем-то, для восстановления больных после инсультов. А мы в Крыму его применили, поскольку много детей с детским церебральным параличом, и это, ну, такая проблема сюда истекается со всей страны на лечение в Евпаторию, вот, и на детские курорты. И мы применили для восстановления, вот, двигательных функций именно у этих детей. Получили очень хорошие результаты, то есть, когда увеличивается подвижность и так далее. Ну, это один из примеров вот таких проектов. Ну, и вот, если агронаправление, то развиваем селекцию сейчас, вот, строится там под селекцию. Это абсолютно такой новый комплекс тепличный, где будут разводиться там новые сорта, такие устойчивые к вирусам и так далее, то есть, где будет собственная база развития вот этих направлений. Ну, и для того, чтобы подстегивать все это, вот, у нас, допустим, завтра будет такое серьезное, очень важное событие. Это открытие, так называемой, точки кипения. Это проект тоже Министерства образования и науки и Агентства стратегических инициатив, где, в общем-то, предложено создать такие, как бы, ну, если коротко, дискуссионные площадки для молодежи, для студентов, выпускников, которые бы могли встречаться, обсуждать новые проекты, обсуждать новые идеи, находить подходы к их решению и в дальнейшем заниматься вот воплощением в жизнь. И, в общем-то, ну, вот завтра у нас там с 10 утра начинается это мероприятие, займет весь день там, и вот будет как раз, наверное, интересная дискуссия. Спасибо вам большое. Мы благодарим, что вы пришли к нам в гости. В гостях у нас был Анатолий Кубышкин, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета имени Вернадск.